Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео приглашаю вас вместе со мной достать орхидейку из горшка, которую мы вместе с вами купили полтора месяца назад. Именно поэтому мы ее купили, что она была такая заросшая. Прям буквально она обрастила весь горшок своей корневой системой и уже вываливалась из горшка. Поэтому сегодня самое время достать ее из этого горшочка. И посмотреть, что там с корневой системой и принять решение, что с ней делать дальше. Ну, давайте начнем. И вот, друзья, вот такая вот красоточка за 1035 рублей нам попалась в Леруа Мерлене. Помните, я делал обзор орхидеек, которые продавались перед 8 марта. Вот такая вот, смотрите, какая роскошная. Она прям как будто бы из тропиков, прям из природной среды. Мы ее достали вместе с этим горшком и мы ее купили. Вот такая она желтая. Не оранжевая, не ярко-желтая, а вот именно такая заросшая цвета солнышка, цвета золота. Такая золотистая. Вот эта красотка, она уже отцветала. И вот мы дождались растущей луны, чтобы поковыряться в ее корневой системе. Вот такая вот она красоточка, отцвела. Дома она у нас отцвела быстро. Буквально после обработок, хочу сейчас вам ее показать, после обработок октарой, мы обрабатывали ее целый месяц от мучнистого червеца. И она начала расти. Смотрите, росточки. Новые росточки пошли у нее. Корневая активировалась. Но корням лезть некуда. Вы сами видите, что вот этот вот колпак из корней, пока еще неизвестно, какие корни это. Ну, вот сверху, наверное, вы видите, что это такие вот сухие. Сухие, как тростник, корни. Плюс верх мхом покрылся. То есть в среде в такой очень хорошей содержалась и так орхидея. Видите, вот новые росточки, корешки. И им лезть-то особо некуда, потому что вот этот покров мешает. Вы видите сами, что орхидея просто вываливается из этого горшка. Она разрослась. И вот эти вот сосульки или вот эта вот солома не дают орхидеи корневой системе идти внутрь горшка, чтобы получать влагу. Есть вероятность того, что орхидея просто не будет полноценно развиваться. Корни не будут получать влагу. Ну, и поэтому нам ее нужно достать из этого горшка, немножечко, может быть, почистить. Ну, прежде всего, конечно же, посмотреть, что внутри в этом горшке, в чем она вообще растет. Очень интересно. Очень, друзья, интересно. И посмотрите, какой горшок у нее с продольными такими насечками. Это для того, чтобы можно было ее хорошо быстро полить. И чтобы лишняя вода и влага не задерживалась и уходила. И будем пытаться сейчас ее достать. Вот так, целой ладонью постараемся вытащить ее из этого горшка. Точнее, наоборот, стащить горшок с этой корневой системы. Здесь снизу у нас проросли корни. Сейчас мы их с вами где-то что-то отковыряем, где-то что-то подрежем. Видите, сквозь дырочки горшок с внутренней выемкой вовнутрь. Видите, такие горшки не часто встретишь в продаже. Но вот у продавцов этих орхидей, у разводчиков, селекционеров и оранжерей, такие горшки почему-то всегда есть. А вот из продажи они пропали. И вот так, друзья, мы делаем почисточку. Они уже сухие. Живых корней здесь нет. Но оно и понятно, что это корни от уже отживших бульб. Бульбовые все орхидеи такие, что что-то прямо она не получается ее стянуть. Хорошо прилипло, друзья. Прям вот не получается. И вот, кстати, вот такое нередко бывает, что, несмотря на то, что внизу корни мы срезаем, нельзя стянуть этот горшочек. Я уже рассказывал, как орхидеи присасываются к поверхности за счет своих волосинок, присосок у корней. Присасываются к поверхности, к любой. Бывает так, что просто невозможно оторвать, не повредив корни. И вот придется нам, наверное, замачивать, если мы сейчас ее не сможем отодрать. Стянуть, друзья, ни в коем случае не надо. Просто вот легкими такими сдавливающими движениями постараться снять. Но вы видите, что здесь корни, вот эти вот, колпак этот уже перерос, поверхность краешки горшка. Все там внутри наверняка присосалось. И если мы будем тянуть, то не то, что там корни можем повредить, но просто оторвать от резомы у бульбовой орхидеи вот эти вот бульбочки. Отцветшие бульбы и новые росточки. Поэтому, друзья, наверное, мы с вами ее замочим просто в воде. Нужно воду набирать не из-под крана, а воду такую, которой вы поливаете орхидеей. Ну, по крайней мере, это я так делаю. А вы уже, как бы, какой водой будете поливать талой или отстоявшейся, это уже ваше право. Но я не советую поливать, конечно, хлорированной из-под крана. Вот у меня есть леечка с водой. Я сейчас налью в горшочек, немножечко подержу. Вода смочит корешки, которые прилипшие к поверхности горшка. И с вероятностью в 100%, друзья, корни отлипнут. Мало воды, вода пошла впитываться внутрь. Надо еще подлить, наверное, литр-полтора точно так, чтобы прям она полностью, горшок напитался. Чтобы у нас корневая система этой орхидеечки вышла. Это, друзья, котлея. Это орхидея котлея. Она, родина котлеи, находится в Центральной и в Южной Америке. Живет эта орхидея, как и фаленопсис. На поверхности деревьев цепляются заветки, за кору, на скалах, на камнях. Корни этой орхидейки присасываются к поверхности и ищут различные расщелинки в поисках живительной влаги и, друзья, питательных веществ. Эта орхидейка на самом деле, как раз такое у нас сейчас первое знакомство с этой орхидейкой для новичков. Наш канал в основном для новичков. И это, друзья, очень интересная орхидея наравне с фаленопсисом. Тоже малоприхотливая, если у вас, например, есть южные, восточные, западные окна. Берите эту орхидею, не пожалеете за ее ароматный, тонкий запах такой. Просто божественный. Помните, пару недель назад я купил котлею с ароматом розы. Она сейчас, кстати, покажу ее в конце видео. Она будет сзади меня. Вот, друзья, видите, отлипло. Отлипли корни. Вот такая вот посадка была. Видите, горшок пустой. И если обратите внимание, в чем растет эта орхидея. Она в перлите, друзья. Это такой субстрат, грунт. Легкий, как пенопласт. Он сам по себе воду не впитывает. Он пористый, как бы слегка такой. Но вот между ним, между вот этими вот гранулами скапливается вода и довольно-таки долго держится. Он хрустит такой, как снег. Такой интересный компонент. И вот я первый раз вижу, что котлею посадили именно в чистый перлит. Вы видите, что корни, как ни странно, посмотрите, вот он, вот такой перлит. Корни у этой орхидеи, они по периметру проросли. Они не внутри, а по периметру. То есть, это говорит о том, что орхидеи не особо нравится сам этот грунт. И корни орхидеи искали воздушное пространство, которым и было расстояние вот это между стенкой горшка и гранулами перлита. И вот корни просто вот по периметру этот субстрат обволокли. И весь этот субстрат получился внутри корневой системы. И вот нам сейчас предстоит все это дело распотрошить и посмотреть, что с корневой системой. Ну, очевидно, друзья, что несмотря на то, что корни намокли, а немножечко стали эластичные, вся корневая система, сейчас я еще отмочу, замочу, чтобы ненароком, если вдруг внутри есть корни живые, чтобы нам их не повредить, пока мы будем очищать эту орхидеичку от остатков этого грунта. Постоит немножко. Посудину нужно подбирать по размеру так, чтобы можно было замочить вместе с основанием. То есть вот с поверхностью орхидеи, потому что она тоже поверхность вся сухая. Засохла за то время, пока находилась в магазине. Пока стояла в магазине. Потом, пока мы ее купили, обрабатывали октары от мучнистого червеца. И параллельно мы начали обработку этой орхидеи. Ну, уже заканчиваем. Буквально завтра я последнюю обработку сделаю от клещей. На всякий случай от клещей были у меня подозрения, потому что это орхидеи стояли вместе с теми орхидеями, у которых я явно обнаружил клещей. И вот так вот мы этот перлит размачиваем. Он как пенопласт, видите, плавает, он не тонет. И за счет своего мелкого такого размера, гранул, он и сохраняет между этими гранулами воду. То есть он сам по себе не влажный, он мокрый. Именно мокрый. Поэтому мокроту корни котлей не любят. Они ищут именно влажную среду. А влажная это вот как раз расстояние между стенками горшка было и самим этим субстратом. Там, где видели в горшке просечки, дырочки были. Поэтому вопрос такой, а во что посадить можно котлею? Друзья, котлею можно посадить во все, во что угодно, как и фаленопсис. Главное обеспечить аэрацию корням и доступ к воздушно-влажной, не мокрой, а воздушно-влажной среде. А какой грунт вы ее посадите, это зависит лишь только от того, насколько вы готовы потратить, Точнее, сколько вы готовы тратить ежедневно или еженедельно времени по уходу за этой орхидейки. На самом деле она неприхотливая. Она любит много света, но не прям совсем ярких прямых солнечных лучей. Она солнечные лучи любит либо с утра в первой половине дня, либо к вечеру. То есть вот как бы с 11 дня летом и до 2 часов дня котлея не любит вот эти прямые солнечные лучи. Она любит на востоке, на закате. И вот, друзья, мы с вами чистим эту орхидеечку. Вы видите, что корни совершенно сухие, то есть это уже корни отжившие. Хочу сказать, что у всех практически бульбовых орхидей, когда новая бульба, новый росток получается, вырастает, из него вырастает бульба, растет активная корневая система после того, как эта бульба отсветет, у подавляющего большинства бульбовых орхидей корни отмирают. То есть, но при этом бульба остается живой через резому, такой своеобразный корень, от которого идут другие корешки, она продолжает существовать и передавать накопленные во время своей жизни питательные вещества другим новым росткам. Поэтому бульбы сами не рекомендуется удалять. О, друзья, что я там нашел? Что там у нас внутри заложено? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа! Но об этом, друзья, что я нашел внутри, в этом вот субстрате, состоящем из перлита, внутри, под основанием котлея, об этом я расскажу и покажу в следующем видео. А сейчас можете посмотреть вот ту орхидеечку, которую, помните, я купил две недели назад. Вот эта красотка, о которой я говорил сейчас. Именно она пахнет такой тонким, сладким, нежным ароматом розы. И вот мы сейчас тоже ее ждем, когда она отсветет, чтобы тоже залезть внутрь, посмотреть, что у нее в корневой системе. Тем более, что она, эта орхидея, точно так же вся оплела колпаком вверх горшка. А с той орхидеей, которая с желтенькой котлеей, которую мы сейчас доставали ее из горшка, в следующем видео мы вместе с вами посмотрим, что там у нее под основанием. И примем решение, что с ней делать и во что и как посадить. В общем, друзья, вот такое на сегодня видео с ответом, с видеоответом на вопрос, как достать орхидею из горшка, если корни в орхидее прилипли к стеночкам. В общем, друзья, всем хорошего настроения и всем тем, кто спрашивает постоянно буквально последние несколько видео, где Митя, что с Митей, я предлагаю пройти на наш второй канал Троняшкин Папа и полюбоваться Митей. Ну, не сейчас, чуть позже, через пару часов можете посмотреть, чем мы с Митей, как он себя чувствует и чем мы с ним занимаемся в свободные от орхидеи и его дел минуты. В общем, друзья, всем хорошего настроения, пока-пока, до встречи завтра в следующем видео или на нашем втором канале Троняшкин Папа. Пока-пока.